МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто ответит по всей строгости закона? Плающий подвал на интернациональной горела многоэтажка. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, в данном случае пожара, нужно незамедлительно позвонить в МЧС. Поджог или неосторожное обращение с огнем. Борьба характера. В Бобруйске стартовал республиканский турнир памяти Сергея Коренькова. Девочка очень быстрая, я не смогла подумать на передействие. Сколько команд сражаются за кубок? А также новое хранилище, внутренний экзамен и ароматная продукция. Беларусь вошла в десятку стран-лидеров по производству сыра. На какой мы строчке? Теперь не на копейку больше. Президент подписал директиву о недопустимости роста цен. Такое решение Александр Лукашенко принял по итогам совещания с экономическим блоком правительства. Увеличение стоимости запрещено 6 октября. В том числе в результате отмены акций, скидок и распродаж. Исключение – индивидуальные решения министра или председателя обл. исполкома. С начала года продукты подорожали почти на 13%. И это только на позиции ежедневного спроса. Информация будет собрана со всех магазинов страны. Причем речь идет не только о продовольственных товарах. Для мониторинга создана рабочая группа. В ее составе – Комитет госконтроля, профсоюзы, Белстат, депутаты и сенаторы. В случае выявления фактов скачка цен КГК во взаимодействии с генпрокуратурой и правоохранительными органами будут принимать жесткие меры реагирования вплоть до возбуждения уголовных дел. Необходимо понимать, что в первую очередь, как получил глава государства, необходимо насытить полку белорусскую, нашу. Работать необходимо предприятиям, торговле, поставщикам, импортерам работать над понижением своих затрат, для того, чтобы увеличивать рентабельность за счет снижения затрат, а не за счет роста цены. Глава государства поставил задачу вернуться в следующем году к однозначным величинам инфляции – не более 7,8%. На прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливой стоимости. Более того, продукция больше не делится на социально значимую и незначимую. Впрочем, сообщить о росте цен может любой желающий. Для этого нужно заполнить специальную анкету на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В Бобруйске работает горячая линия по номеру 68-00-43. Режим работы на сайте горысполкома. Не бывает дыма без огня. На интернациональной горел подвал. ЧП произошло в четверг в пол первого дня. Тревогу забил прохожий, когда увидел клубы дыма из-под подъезда пятиэтажки. Спасатели оперативно укоротили пламя. Обошлось без пострадавших. Уничтожено лишь имущество, которое хранилось в помещении. Закопчены стены и потолок. Причина устанавливается. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, в данном случае пожара, нужно незамедлительно позвонить в МЧС по 101, либо 112, сообщить диспетчеру точный адрес и что происходит. Для того, чтобы спасатели моментально среагировали на данное сообщение. МЧС предупреждает. Захламленный подвал представляет угрозу для всех, кто живет или работает в здании. В таком помещении запрещено курить и использовать легковоспламеняющиеся материалы. Новое хранилище, внутренний экзамен и золотая осень. Белорусов ждут теплые выходные. Что дальше по прогнозу? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси возведут хранилище для отходов с атомной электростанции. Открытие намечено через 10 лет. Главный вопрос – где построить такое сооружение? Сейчас обсуждается. В ближайшей перспективе создадут организацию, которая будет принимать, хранить и обслуживать вещества с БелАЭС. Дорожные службы заблаговременно готовятся к зиме. Идут проверки состояния снегоуборочных машин и пополнение запасов противогололедных смесей. Работы по заготовке реагентов будут завершены к 15 октября. Подготовка и переоборудование спецавтомобилей до 1 ноября. Уже готово 77% техники. В вузах страны планируют ввести внутренние испытания по первому профильному предмету. Планируется, что полученные баллы будут переводиться в стабальный формат по специальной шкале и суммироваться с результатами двух сертификатов централизованного экзамена или ЦТ, а также со средним баллом аттестата. Беларусь вошла в десятку стран-лидеров по производству сыра и заняла шестую строчку. Отечественные предприятия выпускают 38,5 килограммов продукта на душу населения в год. Возглавила рейтинг Дании, где показатели превышает наших в два раза. Второе место занимает Новая Зеландия. Замкнула тройку Ирландия. Предстоящие выходные октября порадуют беларусов приятной погодой. В субботу воздух прогреется до 20 градусов. В темное время суток до плюс 10. Утром возможен слабый туман, что скажется на видимости дороги. Начало следующей недели тоже будет комфортным. Правда, ожидаются ночные заморозки. Метр за метром в Бобруске продолжается обновление дорог. Работы возобновились на Ленино недалеко от Агромаша. Это одна из ключевых городских магистралей, которая ведет как в северный микрорайон, так и в сторону тепличного комбината. В 2022-м в городе проведен колоссальный труд по ремонту уличнодорожной сети. Уже сделано более 220 тысяч квадратов. Что на порядок больше, чем за весь прошлый год. В Могилевской области должно быть обновлено 760 тысяч квадратных метров. Из них 75 тысяч капитально. Уложить на лопатки в Бобруске стартовал республиканский турнир по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Сергея Коренькова. Соревнование проходит 18-й раз. За звание сильнейшего сражаются юноши и девушки 13-17 лет со всех областей Беларуси. За наших болела Татьяна Горбач. Дарьи Бабылевой 13. Вольной борьбой занимается всего год. Турнир для нее – возможность проверить себя. Известная истина для каждого спортсмена. Хочешь быть лучшим – нужно сражаться с сильнейшим. На лопатки ее укладывает призер республики Алина Федонюк. Девочка очень быстрая. Я не смогла подумать на передействие. Времени хватило. Наверное, если бы больше времени было, я бы сделала бросок. На стадионе «Спартак» собираются 16 команд со всех уголков страны. За призовые кубки и медали на протяжении двух дней будут бороться 160 юношей и девушек. В первый день соревнуются представительницы прекрасного пола. Республиканский турнир по вольной борьбе посвящен памяти мастера спорта СССР Сергея Коренькова. Это был настоящий не только брат, но это и друг, и вообще. Это моя жизнь. Его не стало, и вот я придумал этот турнир. Самые младшие спортсменты 13, старшие 17. В двух периодах по две минуты они показывают железный характер и прекрасную технику. Вольная борьба – максимально контактный вид спорта. Поединок продолжается до победы одной из соперниц. Участвуют как и перворазрядники, так же и кандидаты в мастера спорта. Данное мероприятие позволяет, во-первых, налаживать дружеские связи между регионами. Дети, помимо того, что борются на ковре, они общаются и вне ковра. Бобруйск издавна знаменит своими спортивными талантами. Прославили его Ирина Курочкина, Ванесса Каладинская, Ольга Хилько, Виктория Волк, Антонина Сенковец, Алина Максимова и многие другие. Для юных участниц турнира их пример – главная мотивация. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск 360. Снимаю для Боберлайф. Редакция газеты «Бобруйское житё» проводит фотоконкурс. Разыгрывают аксессуары в стиле хендмейт, а также кружки и майки с логотипами интернет-портала. Тема меняется каждую неделю. На этой принимают снимки, связанные с семьёй. На следующей – с осенью. Челлендж проводится при поддержке Дворца искусств. Своей работы уже прислали больше 50 человек. Мы решили расшевелить наше ремесленное сообщество. В городе много ремесленников. Мы о них вспоминаем только в праздновании Дни города, Венок Дружбы. А сегодня мы хотим уже в преддверии каких-то там праздников Дня Матери. Дальше будут рождественские, новогодние праздники. Мы рассказываем о том, что можно подарки приобрести не только в масс-маркете, но и у наших ремесленников. Чтобы стать участником, нужно опубликовать фотографии на определенную тему в социальных сетях с хэштегом «Боберлайф». Либо отправить снимки на электронную почту, которую вы видите на своих экранах. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова